всем привет дорогие друзья сегодня мы поговорим о том как получить честный powerbank есть несколько способов это сделать первый купить готовы и второй вариант сделать его своими руками для тех кто не ищет легких путей накупить кучу электронного хлама и зажечь паяльником хотя есть более быстрый вариант который избавит вас от нужды коптить потолки канифолью и именно он пришел в очередной посылке из китайского магазина gear beast powerbank зарядное устройство sashime e3s поставляется устройство в лаконично оформленной коробки на которой однако представлена исчерпывающая информация о возможностях внутри лежащего девайса комплект поставки лаконичный как и сама коробка ничего лишнего сама зарядная powerbank инструкция по эксплуатации и аккуратно исполнены что хорошо не очень длинный мини юсби кабель для зарядки девайс выполнен из пластика и представляет из себя кейс для четырех аккумуляторов стандарта 18 650 которые вставляются внутреннего для того чтобы туда попасть нужно сдвинуть вверх верхнюю крышку о том куда и что двигать красноречиво подсказывают хорошо ощущаемые тактильно стрелки пиктограммы нанесенной на корпус устройства в результате нехитрых движений взору предстанет батарейный отсек по 4 аккумулятора с пластиковым язычком для удобного их извлечения многие наверно уже догадались что кейс является не только powerbank а но и зарядным устройством оснащенным защита от переразряда перезаряда и от переполюсовки батареи в котором заряжаться отдавать свой заряд могут независимо друг от друга и в любой комбинации если же постараться и найти четыре аккумулятора с максимальной емкостью 3600 миллиампер в час на данный момент то получим честный powerbank на 14400 номинальных миллиампер часов снаружи коробки имеется мини usb порт для зарядки аккумуляторов 2 usb порта для зарядки внешних устройств заявленной силой только один ампер и 2,1 ампер и кнопка включения устройства за выдачу информации отвечает небольшой дисплей с яркой зеленой подсветкой хорошо читаем и даже под сильным освещением в режиме зарядки внешних устройств на нем отображается режим работы процент оставшегося заряда батареи и сила тока зарядки устройства в режиме же зарядки аккумуляторов их напряжение время зарядки и количество залитых миллиампер часов также к плюсам устройства стоит отнести возможность зарядки низкоточных устройств так например от него можно без проблем зарядить гарнитуру и возможность сквозной зарядки устройства при котором powerbank подключается к сети а к нему свою очередь подключается потребитель который в этом случае заряжается напрямую от сетевого адаптера а девайс выполняет функцию без перебойного источника питания тест реальных токов зарядки показал следующую картину 1 амперный порт при нагрузке выдавал вполне достойные цифры напряжения с нагрузкой в 500 миллиампер при нагрузке же в один ампер он выдал напряжение в 4,68 вольт не критично для портативного устройства но тем не менее от этого порта лучше заряжать устройство с низким энергопотреблением во избежание долгого ожидания полный заряд а вот 2 амперный порт показал себя во всей красе 4,91 вольт при нагрузке в 1 ампер и 4,68 вольт при нагрузке в 2 ампера и это с учетом неизбежных потерь в кабелях максимально же удалось выжать из него 2,2 ампера после чего пошла резкая просадка напряжением сработала защита и powerbank отключился как это хороший вариант powerbank зарядное устройство для тех кто пользуется преимущественно или только аккумуляторами 18650 на ум сразу приходят вейперы из недостатков работа как раз таки только с этим типом аккумуляторов недорогой хоть и крепкий на вид пластик корпуса отсутствие быстрой зарядки но это было бы уже совершенно другое устройство и другая стоимость а ссылка на этот недорогой девайс как обычно в описании всем пока до новых встреч